В Могилёве прошёл второй тур чемпионата детско-юношеской баскетбольной лиги страны. «Спорт-М» побывала на самой важной игре. Хорошая игра баскетбольная, нормальная. За то, что мы любим баскетбол. Толкаю туда, сюда. Видите? Стоим. Знакомьтесь, Син-И Цуань. Вид боевого искусства. Мы в минувшем чемпионате очень много фантазировали, но в итоге получили не то, что хотели. Об игре футбольной команды «Днепр Могилёв» авторитетное мнение. Всем привет! Это программа «Спорт-М». Чуть более недели остаётся до Нового года, но спортивная жизнь в области не замирает. О самом интересном расскажем прямо сейчас. И, пожалуй, самое интересное было вот здесь, в Могилёве, на играх второго тура детско-юношеской баскетбольной лиги. В этом году участников, а точнее участниц, по четыре команды в двух подгруппах. В наше Могилёво-Бобрусько-Борисово-Витебска. Мы расскажем о самом увлекательном матче тура – областном дерби. К этой игре могилевчанки подошли в роли лидера. И победа над сверстницами из Бобруська должна была укрепить их на этой позиции. Могилёвчанки не могли зацепиться за игру вплоть до конца второй четверти. Слабая реализация бросков плюс ошибки в обороне позволяли Бобруську держать хозяек на расстоянии. Но после нескольких тайм-аутов Могилёв раскачался и начал съедать отставания в счёте. Финальная сирена заключительной четверти фиксирует ничейный результат. А значит, всех ждал овертайм, в котором Могилёв уже было не остановить. 57-53 победа хозяек площадки и сохранение первой строчки в турнирной таблице. Сумасшедшая игра. За счёт чего победили сегодня? Мы же команды должны побеждать. Хорошая игра была баскетбольная, нормальная. За то, что мы любим баскетбол. Дети боролись до конца. Боролись, догнали, опять отстали, опять догнали. То есть, ну нормально. Характер проявили. Могилёвская команда всегда этим отличается характером. Может быть, мы где-то послабили у других команд техники, но характером у нас не занимается. Это черта отличительной Могилёвской. Эта команда хочет и, как видим, может бороться в каждой игре. И ставит задачу по итогам сезона быть на пьедестале. Чего мы девчонкам искренне желаем. В минувший четверг гостем нашей программы был заместитель председателя Могилёвского городского исполнительного комитета Андрей Кунцевич. Тема разговора – выступление футбольного клуба «Днепр Могилёв» в нынешнем году. Сегодня мы продолжим беседу. Мы, скажем так, планируем бюджет следующего года. Есть соответствующее понимание важности этого вопроса со стороны руководства горосполкома. Понятно, что футболисты уже не смогут рассчитывать на тот уровень заработной платы, который был в высшей лиге. Но, тем не менее, я думаю, что уровень оплаты будет не хуже других команд первой лиги, что позволит в целом заинтересовывать игроков для достижения максимального результата. А он может быть только одним – возвращение в элитный дивизион. С надеждой, что хождение по лигам на этом и прекратится. И еще. Мы часто слышим о слабости Федерации футбола в принятии тех или иных решений. Мол, при желании вносить изменения и поправки в регламент можно хоть каждый год. Мы поинтересовались у Андрея Концевича, как он смотрит на возможность побороться за высшую лигу 2015 в случае нежелания или невозможности кого-то из дебютантов туда заявиться. Ну, фантазировать в нашем случае, наверное, не есть правильно. Мы в минувшем чемпионате очень много фантазировали, но в итоге получили не то, что хотели, не то, что планировали. На последний после матча пресс-конференции Игорь Лукашев взял всю вину на себя. За неудачный сезон. Возможно ли, что будет отставка главного тренера или будет дан Карл Планши дальше? Пока я не могу комментировать эту ситуацию кадровую. На это есть руководство клуба, совет директоров, акционеров, которые будут принимать кадровые решения по клубу. Безусловно, любой болельщик мечтает и желает видеть свою команду на первой строчке в турнирной таблице. Поэтому будем рассчитывать на лучшие времена и не просто рассчитывать, а прилагать для этого все усилия. Тем более, что команда у нас достаточно молодая. Вы достаточно посмотреть на список тех игроков, которые входили в основной состав. Это и Бурдуков, Рыбаков, Марков, Челядка. Это достаточно молодые игроки, у которых не так и много было опыта выступления в высшей лиге. И, быть может, именно этого опыта нам и не хватило в итоге. Поэтому я думаю, что будущее у футбольного клуба Днепра и у Могилевского футбола достаточно хорошее. Вы посмотрите, сколько людей пришло на ответную игру с Витебском в морозную погоду. Я уверен, что их туда привел отнюдь не бесплатный чай, а искреннее желание поддержать свою команду и быть рядом с командой в трудную минуту. Син и Цуань – стиль восточных боевых искусств, основанный на работе ума, единстве воли и формы движений. Задокументированная история этого стиля начинается в 17 веке, а легенды отправляют к временам первого патриарха Шаолиня Бодхит-Харми, а это более полутора тысяч лет назад. Программа «Спорт М» заинтересовалась этим стилем боевого искусства и нашла в областном центре мастера Син и Цуань. Поднимаем ладошки, как будто в них что-то поднимаем. И разворачиваем корпус, опять смотрим вперед. Подтягиваем к себе, раз, и опускаем вниз. Теперь движение вперед. Начат нам предложили со стойки, называется она «Сан-Ти-Ши» и считается базовой. В таком положении мастера могут пребывать часами, при этом в расслабленном состоянии тела человека, подобно прочному копью. Толкаю туда, сюда, видите, стоит. Если я начну давить вот так вот, то он тоже стоит. Вот так вот тоже стоит. Видите, да? Да, да, вот. Вот такого складывания не должно быть. Причем никакого физического участия мышцы в данном случае не работает вообще. То есть, если посмотреть, вот эта вот грудная мышца, которую обычно люди используют для того, чтобы держать вот так вот руки, она вообще выключается, она не работает. Чтобы научиться правильно делать стойку, могут потребоваться месяцы работы. И только после этого вы перейдете к изучению движений стиля. Познавшаяся Ни Цуань, говорят, умение контролировать свою внутреннюю и внешнюю энергетику позволяет еще и сохранить крепкое здоровье на протяжении долгих лет. За счет расслабления и концентрации происходит мягкий и незаметный массаж внутренних органов. Внутренние рецепторы внутренних органов реагируют на вот это воздействие и посылают в мозг биоэлектрические сигналы. И это приводит к внешнему проявлению, в том, что ладошка, она начинает греться. Особенно вот в этой вот точке. Вот это внешнее проявление. И тепло образуется в животе. Познавайте спорт вместе с программой «Спорт М». Это интересно. А на сегодня это все новости о спорте. Хорошего вам Рождества. Мы встретимся через неделю на «Беларусь-2». Подведем итоги уходящего 2014 года. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова